Труд должен быть законным, уверен гражданин Узбекистана Уткиржон Садиков. В Самаре живет его сын, поэтому и приехал на заработки именно сюда, рассказывает мужчина. Трудится намерен на стройке и уже получил патент. Копия, паспорт, медицинские справки, медосмотр прошли. Так лучше, чтобы не нарушать закон, чтобы все было нормально, по правилам. Без разрешающего документа иностранным гражданам работать в России нельзя. За патент мигрантам приходится платить авансом. Право трудиться на Самарской земле стоит почти 3 тысячи рублей ежемесячно. В 2015 году сотрудники миграционной службы выдали почти 50 тысяч патентов и принесли в региональный бюджет более 600 миллионов рублей. На заработки в Самарскую область приезжают в основном из Узбекистана и Таджикистана. Более 60% иностранных граждан задействованы в сфере строительства. На следующем показатель идет по линии торговли. Ну и далее уже более узкие сферы. Иностранные работники не замещают те профессии, которые интересны для коренного населения Самарской области. Как правило, это низкоколекционный труд. По данным миграционной службы, в регионе стало меньше тех, кто трудится незаконно. Иметь дело с нарушителями невыгодно в первую очередь работодателям. Штраф за каждого нелегального мигранта может составлять до 800 тысяч рублей. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.